Полицейские задержали троих телефонных террористов. Оператору одному из банков на Мясоедовской поступил звонок о минировании финансового учреждения. На место выехали представители СБУ нас полиции, взрывотехники и кинологи с собакой. Обследовав территорию, правоохранители угрозы взрыва не обнаружили. Следователи быстро вышли на псевдоминеров. Ими оказались трое студентов одного из одесских колледжей. Накануне молодые люди, изрядно выпив, позвонили в банк для уточнения данных по платежной карте, но не смогли предоставить необходимой информации для проверки их личностей. В результате оператор банка отказал молодым людям. А они в ответ не придумали ничего лучше, чем отомстить сотрудникам финучреждения ложным минированием. Теперь они ответят перед законом. Санкция статьи предусматривает срок лишения свободы до 6 лет. В ходе проведения оперативно-розшуковых заходов, нацполиция вместе с работниками СБУ выкрали зловмисников, причетных до неправдивого поведомления. Ними выявилось трое студентов. На превеликий жаль, жарт выявился невдалим, тож хлопцям теперь доведется ответить за него перед законом. В теперешний час открыто проведение за статтею 259 частиною 1 Криминального кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает позбавление воли на срок от 2 до 6 лет. Мы сидели в комнате, хотели возобновить карточку и узнать обслуживается ли мой друг в приватбанке. Мы связались с операторами. Два оператора чисто сбили вызов. Потом перекинули на третьего оператора. Был мужчина. Он не понял суть данного вопроса, переспрашивал постоянно. Мы были выпившие и после этого я по пьяни сказал ему, что можно взорвать ваш банк на Миссиедовск. Через время сотрудники задержали и доставили сюда.